Трёхмесячный роман Евгения узнала от своего преподавателя в Медакадемии. Единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей выдаётся с 1 января этого года. У нас на территории Удмуртской Республики с этого года мы запустили проект при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Проект «Сохрани жизнь» направлен на то, чтобы помочь женщине сделать выбор в пользу сохранения ребёнка. Он предусматривает абсолютно разные направления. Это консультация с психологом, это помощь Министерства социальной защиты и труда. И вот в рамках этого проекта 100 тысяч студенческим семьям всех, у кого ребёнок появился с начала 2019 года. Потратить сумму можно на своё усмотрение, отчитываться перед ведомствами не нужно. В Республиканской Кузне на поддержку студентов-родителей в этом году заложено 9 миллионов рублей. Выплаты получили уже 73 семьи. Рассчитывать на такую помощь могут обучающиеся очно в техникуме или в УЗЕ. Требуется прописка на территории республики. Смотрят и на доход семьи. Каждая семья может обратиться в наше управление социальной защиты населения по месту проживания, пребывания, регистрации. В каждом муниципальном образовании оно у нас есть. Я думаю, что все, наверное, знают. И в этом году у нас снова поправка есть. Может обратиться каждая семья, у которой на одного члена семьи приходится двукратный прожиточный меню. Это почти 20 тысяч рублей. Сегодня в региональном правительстве разрабатываются новые меры поддержки для семьи с детьми. А нашим опытом поддержки студентов-родителей уже заинтересовались в Татарстане. Светлана Буланова, Юрий Зелененький. Новости. Все, кто на стол с 선배友 придет. Продолжение следует...